Это программа «Дей с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Пришло время расплаты. Жителей края ждет повышение цен на коммунальные услуги. Фигуристы и рыбы в ожидании. В парке Изумрудной начали реанимировать пруд. Стоимость коммунальных услуг возрастет с декабря этого года. Тарифы поднимутся по всей стране, но в каждом регионе свои предельные индексы подорожания. И в сравнении с многими другими территориями, в нашем крае они далеко не самые низкие. По федеральному закону, совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги может вырасти на 11,4%. В Алтайском крае, правда, в этом смысле общий размер повышения несколько ниже – 10,3%. Однако это коснется не всех муниципалитетов региона. Так, в двух ценовых зонах коммуналка подорожает значительнее. У бейчан почти на 11,5%, у барнаульцев почти на 15%. Темпы роста цен на коммуналку в крае существенно разошлись с теми, что прогнозировали изначально, отметили в управлении по тарифам. Связывают это с несколькими факторами – значительным подорожанием угля, низкими зарплатами работников теплоснабжающих организаций и изношенностью энергосетей. Добавим, все, у кого платеж за услуги ЖКХ вырастет больше, чем на 11,4%, могут рассчитывать на компенсацию. Оформить субсидию можно в администрациях районов и городов. Что думают о росте цен коммунальных платежей барнаульцы? Считают ли они оправданным повышение тарифов в среднем сразу на 15%? Наша съемочная группа опросила горожан на улицах краевой столицы. В Барнауле это будет почти до 15% повышение. Как вы к этому относитесь? Вот так радостно, так мне радостно, что так повышается цена. Прям жить неохота даже от такой радости. Все уходит на лекарства. Все на лекарства уходит. Ну и минимум на еду. Я не знаю, сколько стоят услуги ЖКХ, поэтому не могу ничего сказать сейчас. Получается, вы не платите коммунальные платежи? Почему? Плачу как-то, но они для меня незаметные. Зарплата не повышается, а тарифы повышаются. У нас трешка. 10 тысяч отдаете ежемесячно? Да. В чем придется себе отказывать? Нет, это не наше. Ну, в одежде, наверное. В сладостях для детей, в игрушках. Почти на 15%. Ну, думаю, это немного. Пойдет. Немного. С нашей пенсии, с нашей зарплатой, это, конечно, плохо. Потому что с зарплатами, вы сами знаете, как проблематично. Против бы мы, конечно, таких прибавок, но о нас об этом никто не спрашивает. Очень, очень. Пенсионерам будет очень туго. 23 миллиарда рублей инвестировали в промышленную сферу региона за прошлый год. Об этом заявили на собрании Союза промышленников Алтайского края. На встрече подвели итоги работы, вспомнили, что было сделано за четверть века и обсудили будущее алтайских заводов и фабрик. Дмитрий Дроздов продолжит тему. Импортозамещение – одна из главных задач промышленной сферы на сегодняшний день. Так, специалисты Конструкторского бюро экспериментальных машин, КАМАЗ и МГТУ имени Баумана совместно проектируют машины для ухода за лесом. Это беспилотный трактор. Он сможет заниматься посадкой леса, вырубкой старых деревьев и почвообработкой. Соглашение между учреждениями было подписано год назад. Общий объем на 2,5 года – это субсидия, дается 245 миллионов. И в рамках проекта такой же объем идет финансирование КАМАЗа. В результате наших работ должны быть изготовлены два опытных образца и проведены их испытания. По словам специалистов, в условиях санкционного давления промышленные предприятия становятся ключевой частью новой экономики страны. По итогам 10 месяцев индекс физического объема промышленного производства у нас составил 101,7%. То есть он говорит о том, что предприятия за 10 месяцев текущего года сработали немного в физике лучше, в физическом выражении, чем за этот же период прошлого года. Например, 9 алтайских предприятий «Оборонпрома» показали рост производства от 30 до 60%. Сельхозмашиностроение увеличили на 15-20%. Химия в крае в плюсе. Кучуксульфат полностью компенсировал недавнее падение. У «Алтайкокса» 95% от прошлогоднего в связи с разрывом некоторых экспортных контрактов. С такими показателями Союз промышленников подошел к выборам. Их проводят раз в 5 лет. Мы в 2019 году 26 предприятий приняли в Союз, а с 2020 по 2022 отчетный период 46 предприятий были приняты. То есть около 70 предприятий за эти годы мы еще пополнили со Союз промышленников. Председатель правления Виктор Герман возглавляет Союз 2016 года. Исполнительный директор Виктор Мещеряков отработал предыдущие 5 лет и промышленников края устраивает этот тандем. Их полномочия подтвердили и на следующую пятилетку. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле нашли почти 4000 пачек нелегальных сигарет. Табачные изделия были предназначены для розничной продажи. Об этом сообщают в Алтайской таможне. В ходе рейда таможенники и сотрудники МВД обнаружили в двух торговых точках сигареты без акцизных марок. Кроме того, на упаковках отсутствовала маркировка специальными идентификационными знаками. Продажа таких сигарет запрещена на территории России. В складских помещениях магазинов находились сигареты различных зарубежных торговых марок, в том числе Бальбара, Парламент, Кент, Винстон и Ротманс. Табачная продукция изъята сотрудниками полиции, а по факту ее незаконной реализации проводятся проверочные мероприятия для принятия процессуального решения. Они помогают разобраться в себе, семейных проблемах и знают, как разрешить любой конфликт. Сегодня в России отмечают День психолога, специалиста по душевному равновесию. Многие из них ежедневно консультируют немало посетителей, часами разбираясь в их личных историях. Насколько сильно устают сами психологи, излечивая души других и как спасают свои, о нюансах профессии узнавала Анара Шагирова. Строить ракеты для освоения космоса, имея даже специальное техническое образование, Динара Маланова так и не стала. Вместо этого познает безграничную человеческую душу, которая нисколько не проще Вселенной. Почти 20 лет она в психологии. В частности, помогает людям в решении семейных вопросов. Так, одна из самых распространенных проблем, которые удается разрешить, говорит специалист, – последствия супружеской измены. И не всегда, уверяет психолог, это путь к расставанию. Могу сказать, что после измены в паре могут быть отношения, которые будут лучше, чем те, которые были до. Из моей практики это объясняется тем, что измена была, ну скажем, таким гнольником, да, то есть были проблемы, которые не решались, и они вскрылись. В последние годы, говорит психолог, люди стали чаще обращаться за помощью специалистов. Большую роль сыграла массовая культура. Книги и фильмы, в которых вопросы душевного равновесия выходят на первый план. В том числе и детско-родительские отношения. На безвозмездной основе жители края с такими проблемами принимают в Центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в частности, помогают адаптироваться в обществе детям с ограниченными возможностями здоровья. Собирается группа детей, которые, ну вообще там по диагнозам никто их не делит, они вот просто все в одной группе. Тут же и слабослышащие, тут же и слабовидящие, тут же и с легкой умственной отсталостью и так далее. И наше занятие подразумевает, чтобы всем этим детям было комфортно психологически, чтобы они развивались, играли, рисовали, несмотря на свои диагнозы. Ежедневно отдавая себя изучению чужой души, эти специалисты рискуют сами утонуть в проблемах своих клиентов и даже выгореть. Поэтому наивный вопрос, а нужен ли психологу свой психолог, специалистов не смущает. Даже самый первоклассный хирург никогда не сделает сам себе операцию, запомните. Поэтому каким бы ты крутым психологом ни был, ты сам себе не поможешь. У нас есть некое правило психологов, профессионалов. Мы ходим на личную терапию. А тем, кто только присматривается к профессии, говорят психологи, стоит помнить, легкой эта работа не будет никогда. Нужно быть готовым работать с неуправляемыми подростками и непонимающими взрослыми, чьи проблемы порой кажутся неразрешимыми. Ирина Корчагина, Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае взялись за новогодних дровосеков. Вплоть до 31 декабря в регионе в круглосуточном режиме будут ловить лесорубов, которые заготавливают хвойные деревья к праздникам. Для этого в Минприроде создано более 30 специальных групп. Если у нас гражданин будет осуществлять незаконную рубку хотя бы одной елочки, то это будет штраф в рамках административного законодательства. Штрафные санкции там от 3 до 4 тысяч рублей. Но дополнительно еще обяжут оплатить и ущерб за данную заготовку без разрешительных документов. Ущерб будет составлять примерно от 3 до 4 тысяч рублей. То есть около 10 тысяч придется заплатить? То есть из-за ущерба? Ну да, вот так прикидывайте, да, конечно. А за два дерева и более грозит уголовная ответственность. В штрафе уже будет больше нулей. К тому же, лишив елочку жизни, можно лишить себя свободы до двух лет. Буквально на прошлых выходных в регионе уже попалась группа лиц за незаконную рубку. Уже задержана группа лиц на территории Залесовского района, которые готовили деревья хвойных пород для новогодних праздников. Они заготовили без разрешительных документов, то есть незаконно порядка 140 елочек. Добавим, что в среднем каждый год в крае выявляют около 15 случаев незаконной рубки хвойных деревьев. Например, в прошлом году эти преступления нанесли ущерб лесному фонду почти в 7 миллионов рублей. Памятный знак моряку установили в Алтайском крае, самом отдаленном от моря регионе России. Мемориальная доска посвящена земляку, матросу морской пехоты Тихоокеанского флота, который героически погиб в 95-м году в Чечне. Уже посмертно он получил орден мужества. Кто и почему именно сейчас решил увековечить подвиг 19-летнего матроса, расскажем в сюжете. 7 февраля 95-го года. Чечня, Грозный, первая чеченская кампания. Разведгруппа под кодовым словом «Малина». В составе всего 5 солдат, в том числе Вадим Выжимов. Продолжая выполнять боевое задание уже на земле, матросы осторожно перемещались по городу. Но из засады обрушился пулеметный огонь противников. Те били прицельно. Неравный бой продолжался 4 часа. Моряки держались до последнего. Выжил только один. А наш земляк Вадим Выжимов героически погиб. Какая-то гордость за сына, что он именно поступил. Так, как я думал. Я любовь к карме привил, я ему еще с малолетства. Отслужил там полгода. Началась первая чеченская война. Написал заявление добровольно. Наказ был такой, не то, что официально, а плавно так сделал. Показал, что в плен сдаваться нельзя. Лучше гранало под себя и как-то так. Спустя годы о героическом подвиге Вадима не забывает и родная земля. В поселке Новогорске города Новоалтайска на стене школы, где учился парень-сослуживцы, установили мемориальную доску. Память о наших ребятах не должна быть забыта. Потому что есть такое понятие у морских пехотинцев, что красный околыш на берете – это кровь всех наших парней, которые остались в горячих точках. И мы помним всех и стараемся как бы увековечить всех. Памятные мероприятия, посвященные подвигу бойцов разведгруппы «Малина», проходят ежегодно по всей России. Алтайские морские пехотинцы планируют увековечить имена и других героев-матросов. Так, они уже объявили сбор средств на мемориальную доску в честь Сергея Концендорна из Тольменского района, который тоже погиб в Чечне. Что касается первой памятной доски, установить ее решили в канун Дня морской пехоты. Он пройдет 27 ноября. Морские пехотинцы нашего края отметят его торжественным построением и благотворительными акциями для детей. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. В старейший Барнаульский пруд начали закачивать воду. В парке изумрудные специалисты завершили бурение скважины и приступили к тестированию системы залива. Когда пруд зальют полностью и какие еще изменения ждут посетителей одного из любимейших мест отдыха, горожан расскажет Дмитрий Дроздов. Старый пруд в изумрудном называют хрустальным сердцем парка и оно скоро оживет. Новое это хорошо забытое старое. В изумрудном продолжаются работы по обновлению парка. И вот новый этап. Пруд в него начали запускать воду. Для этого пробурили специальную скважину. Специалистам пришлось углубиться на 150 метров для поиска чистой воды. И это важный фактор. Не придется сливать воду для очистки пруда, что позволит даже разводить в нем в будущем рыб. А пока накануне началась заливка искусственного водоема через трубу, которая снаружи забетонирована. Так увеличили ее прочность и обеспечили неприкосновенность других горизонтов подземных вод. По нашим расчетам при мощности скважины 18 кубов в час можно за неделю залить. Но реально сейчас смотрим, как это работает. Возможно, дольше. Но мы все равно здесь временем сильно не ограничены, потому что нам в принципе нужно залить один раз. Дальше система фильтрации будет эту воду нам только нужно будет подливать, компенсируя испарение. По словам владельца парка, вокруг пруда появится богатая инфраструктура для того, чтобы жители краевой столицы и гости могли здесь спокойно отдохнуть. Из самых, наверное, популярных здесь появятся деревянные скамейки и всем любимые в прошлом прогулочные катамараны. А еще уберут старые деревья и обрубят ветки, которые могут мешать барнаульцам гулять по парку. Сюрприз от изумрудного. Каток на пруду. Но уже на следующую зиму. Чтобы люди могли переодеться, согреться, взять в аренду коньки, чтобы здесь уже была какая-то иллюминация, инфраструктура. И тогда уже каток будет. Этот год, эта зима тестовая. Я понимаю, что все спешат, все хотят, чтобы это было. Но поймите, у нас правильно очень сложная система, нам нужно ее опробовать. С начала благоустройства парка барнаульцы активно ратовали за восстановление пруда. Большая часть предложений и вопросов касалась именно возрождения водоема, с которым у многих поколений горожан связаны трогательные детские воспоминания. К слову, исполнилось ровно 70 лет с момента создания пруда в изумрудном. И в свой юбилейный год он обретает вторую жизнь. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершение к новостям спорта. Футболисты «Динамо Барнаул» отправились на новогодние каникулы, а волейболисты университета и баскетболисты Барнаула продолжают серию игр. Не смогли удивить действующего чемпиона Суперлиги-1 наши баскетболисты. Барнаул приехал в гости к Уралмашу и, можно сказать, прочувствовал на себе высокий класс соперника. Хозяева уверенно ввели и в начале игры счет 11-2 и продолжили в таком же темпе. Итоговый результат 94-77. Дело в том, что сложно находиться в фокусе на протяжении всего матча. И как только происходит расход-бассировка, что у нас произошло в второй четверке, незамедлительно следует расклад с командой уровня Уралмаша, с действующими чемпионами, не позволить себе такие моменты, именно провалы. Барнаульцы возвращаются домой. Здесь они 25 ноября сыграют против «Динамо» из Владивостока. А «Динамо» из Ижевска уже проводили волейболисты университета. Первый матч в серии наши выиграли уверенно 3-0. А во втором получилась небольшая интрига. Первую партию хозяева проиграли, оставшиеся сеты выиграли. Итог 3-1. В турнирной таблице барнаульцы сейчас на четвертом месте. На одно очко отстают от третьей позиции, но вот от лидера отрыв аж 17 баллов. Следующую игру университет проведет 26-27 ноября в Магнитогорске. Пожелаем ребятам удачи. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!